Здравствуйте, друзья! Функция Brush Draw Text, либо Draw Text S, позволяет отрисовать текст в локальных либо глобальных координатах. Итак, давайте разберемся, как это работает. Для того, чтобы работать с Brush, его нужно вызвать. Открываем окно библиотеки, горячая клавиша F3, здесь находим Brush. Отлично, теперь мы создали переменную, к которой можем вращаться. И напомню, что Brush это не переменная как таковая, то есть не как какой-то там объект, который мы создаем. Это просто рисунок на сцене. Итак, мы пишем наш Brush, который здесь создали, и просто Draw Text. Нам сниппет уже должен был все подсказать. Вот Draw Text и Draw Text S. Отлично, выбираем первый и смотрим, что у нас получается. Мы увидим текст на экране по координатам 0,0. И если мы используем функцию Draw S, вот так вот. И видите, у нас результат тот же самый. А почему тот же самый? Потому что пока на сцене ничего не двигается, пока камера на сцене не двигается, у нас локальные и глобальные координаты одно и то же. Давайте вернем эту команду на место и сделаем так, чтобы у нас что-то на сцене двигалось. Например, двигался персонаж. То есть он у нас и так двигается. Повесим на него камеру, чтобы на сцене все смещалось. Для этого я раскомментирую вот эту команду и она нам включает камеру. Отлично. Камера повесилась на персонажа. И смотрите, этот текст по координатам 0,0. И это именно 0,0 игровой. Вот это вот. То есть именно отсюда у нас нарисован фон. Вот это точка нуля. Не вот это окно браузера, а точка нуля на сцене. Это глобальная точка. И вот этот текст, естественно, исчез. А другое текст S позволяет рисовать текст в локальных координатах. Локальные координаты – это окно браузера. Это уже не координаты, которые на сцене. То есть это то, относительно чего находится наш персонаж. То есть относительно нашего персонажа все объекты, обратите внимание, елки еще уходят на сцену, значит технические координаты изменяются относительно этого персонажа. Это будет как раз-таки локальные координаты. Вот так вот нажимаем, и обратите внимание, текст уже улетел наверх. Почему? Потому что 0,0 теперь стало углом окна открытого браузера. И не вот этот вот ноль, который вот здесь вот изначально был, вот этот был глобальный ноль. Вот откуда все объекты создавать. А теперь ноль от окна браузера отчитывается. И этот текст всегда будет там. Считайте, это будет какой-то подсчет очков, например. Таким образом можно выводить подсчет очков. Вот сюда, в этот текст, передавать не текст, а какую-то переменную со значениями, например. Ну что, друзья, на этом я завершаю этот видеоурок. Спасибо за внимание. С вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала multurofi.ru и разработчик игрового движка по NGS. До встречи в новых видеоуроках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok